Это так называемая формула симптомов человека, который занимается нишкам и кармой. Это человек, который действует, и при этом не делает кармы, и не совершает плодов ни хороших, ни плохих. Часто задавал вопрос джентльмену, что хорошие последствия, хорошая карма, тоже плохо? Да, она тоже привязана. Такой человек он не оставляет после себя, именно внутри, сам с кармой. Ни хороших, ни плохих, то есть ни хороших, ни плохих карм. Он просто прозрачный. Может, человек, если у него есть семья, позволит себе быть таким удовольствием от себя и не имеет обязанностей. Но такой человек, уже один раз Кришна говорил о джентре, но такой человек даже, поскольку он по законам природы и космоса, он уже не имеет так называемых обязанностей, потому что обязанностей существует для того, чтобы что сделать. То есть именно так называемая карма йога имеется в виду здесь. То есть можно сказать, что такое состояние, о котором мы сейчас говорим, является симптомом, что человек прошел первую ступень йоги. То есть карма йога является первой ступенью йоги, которую нельзя перепрыгнуть. То есть условно по этим симптомам мы можем сказать, что человек, в принципе, подошел к завершению этого этапа жизни, который называется карма йога. Если ему в дальнейшем, ему не нужно трудиться ради очищения, ради бескорыстия. То есть он нашел задачу карма йоги, благодаря развитию бескорыстия, найти источник радости и счастья, перевести его из внешних вещей, от зависимости от приобретений, от всего чего-то. То есть найти эту радость и счастье внутри себя. Это как плод, как награда за пройденный класс. Но даже обретя это, Кришна чуть позже будет говорить, такой человек, он не будоражит умы других людей и ведет жизнь как в буддийскую эру, когда оператор Ашопа принял буддизм. Вся страна Индия ушла в экономический этот самый. Потому что все стали практиковать, многие сразу же чувствовали вот это и все. И все. Для чего? Чтобы другим людям, во-первых, не показывать пример плохой. Потому что люди, они всегда, что делают? Не смотрят всегда на других. Если более того, если человек еще достаточно великий стал, то они смотрят на него как на пример. И что? Вот он показывает нам пример, что люди, достигшие самоосознания и практикующие, им не нужно ничего делать. И то, на что нам нужно? Он просто, чтобы не будоражить умы других людей, он показывает пример, что все должны выполнять свои обязанности заниматься какой-то деятельностью. Обычно такие люди, мой опыт показывает, они начинают действовать еще более активно, они более социальными становятся еще. Потому что у них уже, собственно, каких-то притязаний нет, им отдыхом нужно меньше, им каких-то развлечений нужно меньше после работы. Они становятся более не эгоистичными, а более универсальными. То есть они вообще становятся для всех. То есть они перестают быть обязанностью и останавливаются особенностью? А если перестает быть обязанностью, то обязанность существует только для того, что это как лекарство для очищения сознания. Ну какое-то не всего. То есть мы не говорим о том, что этот человек уже полностью стал бодхисаттвой. Нет. Он очистил только какую-то часть своего сердца. То он насыл в себе источник радости. То есть это не вершина мастерства. То есть он просто этот этап прошел. Теперь он может стать более универсальным, менее эгоистичным. И тогда он становится приятнее, с ним интереснее, он внимательнее, он заботливее. И он становится у него другие личностные качества. Человек в начале этапа карма йоги, он скрипя сердцем, он понимает, что это нужно. Для него это любая йога, это какой-то элемент аскет. Он всегда прикладывает. Он скрипя сердцем это делает, он понимает. Любая йога, например, мы начинаем это. Мы, например, при праздном образ жизни не регулированный. То есть вставать, делать. Любое систематическое, полезное начинание. Даже для кого-то чистить суп утром. Это аскет. Но вот Дудон, например, лет не чистил всю жизнь. Считал, что это нежная тестость. Хозяйского рита. Всё. То есть это какая-то аскет. Но здесь он это делает уже не потому, что для него это скрипя сердцем, а он может так же этого не делать. Но в начале этапа, если он будет это не делать, то он останется на своем этапе. Но здесь он может этого не делать, то он всё равно останется на своем этапе. Он делает уже из сострадания. Потому что по мере развития бескорыстия, то есть посредством нишкама карма-йоги, человек, помимо всего прочего, обретает знание о себе самому. Он находит в себе источник радости. Еще один плод, он приобретает истинное, то есть реальное сострадание. Потому что пока мы на начальном этапе карма-йоги этого сострадания нет. Потому что есть эгоизм. Всё под себя. А здесь уже другое качество коммуникации с другими людьми, другое качество коммуникации с собой. Ведь человеку не нужны развлечения. Потому что всё прекрасно. Социальное счастье начинает у него расцветать. То есть этот вид лекарства ему уже в принципе не нужен, но он помогает. Прекрасная книга есть. В своё время в рекламе называется. Автор Рафаэль Лефорт. И книга называется «Учителя Гурджии». «Учителя Гурджии». И в книге описан путь одного француза в 63-е годы, который был в состоянии. Он продал всё. Выучил арабский. Он упустился по всем возможным и невозможным наводкам по тем людям на Ближнем и Среднем Востоке, у которых жил и учился Гурджии. То есть у всех суфийских шейхов практически. Хотел понять, почему его учили, поговорить с ними. И как он встречал великих мастеров в Турции, в Иране и так далее. То есть шейхов. Глав орденов. Которые занимались... Он их как бы долго не мог найти, хотя он как бы приходил по указанным каким-то наводкам от другого шейха в то место. И вроде бы место было, но он не мог идентифицировать, например, этого человека, то, чем он занимался, с той личностью, к которой ему нужно было подойти. Потому что он был, например, просто садовником, который занимался по теплой грядке, всей крозочке с грязными руками. Другой был с опорником на улице просто. И люди подходили, он нам подпиливал, подбивал, шлифовал, чистил. Понимаете, да? А что у тебя делал Гурджиев? Он говорит, он у меня учился... И все? А что? Я сапожник, я могу учиться, как делать сапоги. Понимаете, да? То есть он мог это было делать? Нужно ему это было делать? Нет. А зачем он это делал? А, чтобы показать людям, что нужно заниматься деятельностью. Сапожник – это самая грязная работа, которая, в принципе, считается... Он показывал, что для человека, который понимает, для карма-йоги, что нет вариантов – это работа нет, а вот эта работа – да. Он, например, условно родился в какой-нибудь касте или династии сапожника. И хотя он уже прошел этот уровень, он может этим заниматься, он все равно это делал. Во-первых, пункт А, что показывает людям, что деятельность, самодеятельность – это дверь. А второе, для чего? Когда он у какого-нибудь ученика, который приходил к нему по наводке, по записке другого мастера учиться, он его учил великим тайном жизни через сапоги. Как в алхимии. То есть сапоги, гвозди, каблуки, как в бане с ним забивали, сидели. Он через эти символы учил великим тайном жизни. А другой – через подстригание розочек. А третий – через гончар. Четвертый – чеканчик. И всё. А почему ты учил его? Другой могил чеканчик. А я учил его чеканчик. А почему я еще могу научить? Но каждый из них был на таком уровне, как минимум. Почему это, в принципе, не нужно было делать? Насколько в Индии было великих училий святых, которые находились ниже кастовой системы. То есть ниже положения шутера в касте не прикасали. Которым даже представители высших каст, например, цари и так далее, они даже не могли к ним снизойти туда. То есть не потому, что они не хотели, а потому, что их социальное положение не позволяло. Им приходилось ночью переодеваться в тряпки, мазать себя сажей, царям и каким-то там светом. И идти к ним как-то, чтобы поговорить про состязание. Вот и всё. Но они могли уже не заниматься своей работой. Но они занимались. Для чего? Для того, чтобы внешне маскироваться под простых людей. Это третий, по-моему, зачем? Понимаете, да? Зачем? Чтобы внешне маскироваться, не будоражить и не высвечиваться. Так и эргономично. Так и эргономично. Так и эргономично. Так и эргономично. Дальше, в 18 мантре описывает его ментальность такого человека, его ход мыслей, его внутреннее состояние. Как он занимается? Да, он на этой предыдущей мантре, что выходит полное удовлетворение в себя самому, у него не существуют обязанности новые. Какой человек, выполняя свои обязанности, он всё равно их продолжает выполнить? Не стремится к какой-либо цели. Понимаете, да, идея? То есть он не стремится в своей деятельности к какой-либо цели. Точно так же, как когда Патанджо Кады Сутру комментирует, и Аса, и так далее, первые комментаторы. Очень интересный момент. Если мы берём то же самое йогу в действительности, то есть Асану. Человек, правильно практикующий йогу, приступающий к занятиям Асанами, он не ставит себе никакой цели. Потому что в йоге результатом ежедневного выполнения Асан является отсутствие результата. То есть просто ничто. Полностью умолчание ума, состояние прозрачности и отсутствие себя вообще. Но он выполняет эту деятельность ежедневно, очень внимательно и полностью осознавая себя. Но эта деятельность ежедневная, которая его коммуницирует с самим собой, например, Асанами, наверное, в конечном итоге, если он правильно и выполнял, добросовестно, осознанно, следовал, например, с утра, то результатом его, хорошим результатом, будет отсутствие результата. То есть не прирост гибкости, не ещё что-то. Потому что йога по определению – это что? Это не прирост гибкости, не ещё что-то, а это некое состояние сознания. Мастера, когда практикуют, учениками, у них есть такое понятие – у меня была сегодня йога или не было сегодня? То есть я в йоге или я не в йоге сейчас? То же самое. Такой человек не ставит никакой цели. У него нет какой-либо цели конкретной или выполненной цели. То есть имеется в виду, что у него есть цель, конечно, когда он делает, например, тапожник, у него есть, конечно, видимая физическая цель, в том смысле, что забить. Он максимально хорошо делает. В том смысле, что цель означает, что здесь имеется в виду, что деньги для себя. В плане, что он каблук, то он забивает. Поэтому это и есть его работа. То есть там вопрос вообще не идёт о том, что каблук не забить. Не, это цель. А у него нет цели в плане мотивации, для чего он это делает. То есть, понимаете, работа как медитация. То есть в медитации, вопрос, есть цель? Как только в медитации появляется цель, медитация сразу же убита. Её нет. Медитация как раз-таки поддерживается полностью пустотным состоянием. А медитация возникает спонтанно. Она либо возникает как йога, как дзен. Причём медитация, слово означает дзен. Он либо возникает сам. Если мы создаём ему какие-то, по каким-то алгоритмам, какие-то благоприятные обстоятельства, в которых он может войти или не возникает. Йога сегодня во время нанятия, во время карма йоги, надо йоги, она возникает или не возникает. Во время забивания сапог она возникает или не возникает. Если я забивал сапоги с полным отсутствием себя, то есть мотивацией того, того, того в пустотном уме, максимально хорошо и технически делаю свой опыт, то это и есть мой результат. Вот это очень важный момент. То есть он, выполняя свои обязанности, естественно, как можно было добавить наилучшим образом, не стремится к какой-либо цели. Но, с другой стороны, у него нет никаких причин её не выполнять. Это очень важно. Он и не халявит. При этом он же и не пытается себе поставить какую-то там задачу. То есть деньги и так далее. Дальше. Третье. Он также не зависит от других живых существ. То есть что это значит? Что это значит буквально? Он не зависит в смысле? Да. Он, во-первых, не зависит от того, что о нём подумают, что про него скажут. То есть похвалит его, самое главное, или не похвалит. То есть он не зависит от одобрения, поощрения. И он эмоционально и психологически не зависит от того, например. То есть он не заискивает. Он не пытается кому-то понравиться. Он не пытается получить пятёрку где-то, кому-то показаться хорошим. С другой стороны, он не зависит в том смысле, что кто-то к нему пришёл, не пришёл. То есть он не чувствует себя одиноким. Он на таком этапе, что ему уже с собой стало интересно. То есть принесли ему, что-то не принесли. Даже для его работы нужно. То есть он найдёт, что ему делать. Это называется самодостаточность. Это не значит, что он равнодушен. Это наоборот положительное качество, которое человеку даёт самодостаточность. Ему не грозит ностальгия, саможеление, когда человек сам себя жалеет. Из этого возникает чувство одиночества. Соответственно, там Альцгеймер, финильный психоз, застекающий из этого патологии не грозит. Видели таких людей на Востоке очень много, которых на Востоке называют в Индии Баба. Баба означает Отче, а Матаджа означает Матушка. В Средней Азии и в этих странах их называют АТА. Что АТА делает? Он уже в принципе может не работать, что у него вообще суставы болят. Он выходит просто утром с клюкозь такой. Я пробовал сапога в Галифе. Здесь его задача какая? Он выходит из дома и просто на лавочку садится из дома. Горы, значит, цветущие, и просто сидит со стопами. То есть что он делает? Он просто прибывает. Тем, кому надо, молодёжь, кто-то ещё, они в любой момент могут к нему подойти и спросить у него, значит, что надо, как лучше. И он ответит на вопрос. Он для этого существует. То есть он может что-то пойти, забить, показать, как делать? Конечно, он может. Он иногда смотрит, и они что-то не то делали. Он подходит, начинает, я сейчас вы покажу. На ворота садится, прибываю. Гвынь, гвынь, спавы. Вот так же. Есть, кто достигает такого, ещё не достигнув возраста, достигнув возраста такого, в молодости. Такие люди, они обычно работу не прекращают. То есть они не сидят. У них ничего не болит, они активно. Внешне никак себя не обозначают. Только умные люди, видящие, чувствующие, они могут эти познательные. Они распознаются по качеству. То есть так получается, что инстинктивно, они как пчёлы вокруг нектара, люди сразу же вокруг них начинают как вокруг магнитного поля ориентироваться все. Сами того не замечая, начинают вокруг них видеться. Часто люди, которые сами по отношению к другу являются антагонистами, условные хорошие и плохие, начинают вокруг них вращаться. Каждый, пытаясь от них что-то получить. То есть это такой закон природы. Как только человек внутри себя находит источник внутренней радости, становится более-менее самым удовлетворённым самодостаточным, автоматически становится магнитным полем. а вокруг него начинают вращаться сразу же люди. Это сто процентов всё. И он как бы… Он понимает, почему это, они не понимают это всё, не вращаются. Но, так или иначе, приходят… Какие вопросы? Максим, у меня есть концепция, что мы выполняем просто роли, созданные Творцом, и не имеем никакой свободы выбора. В чём она права и в какой степени когда… Ну, это правильно. Ну, я сейчас поясню, это правильная концепция. Мы выполняем лишь роли, созданные Творцом. И свободы друга – ничего нет. Существует понятие о двух долгах. То есть Господь создал такую систему, такой закон. Закон один, то есть гармонии. У этого закона есть так называемые… Условно, законы, по которым существует мироздание, это совокупность законов, которые входят и законы тяготения, и законы того, и законы того, и законы того. Один из важных законов – это закон справедливости, и мы называем «закон карты». Потому что в каждой действии всегда исходит противодействие следствия и результатов, и всенно-следственная связь. Этот закон говорит вам, что человек, выполняя какие-то действия, всегда пишет сценарии своих следующих событий, то есть сценарии следующих спектаклей, в которых он будет продолжить. Человек пишет сейчас роли, фактически, для себя в дальнейших спектаклях. Мы рождаемся, и мы, когда родились, мы вносим, приносим с собой уже, это прописано у нас, условно, в нашем геноме, каким образом наше тело будет устроено, как оно будет кодировать белок, какие у него будут психофизические качества, какие будут слабости, какая будет предрасположенность болезни, какие слабые стороны, какие сильные, и какие психологические черты мы будем иметь. То есть мы рождаемся не белым листом бумаги. То есть мы уже рождаемся, и нам уже можно назвать Творцом, или просто этим гармоническим законом, который создан Творец, но мы просто в своей жизни в него, в эту формулу вносим А, Б и Ц. Мы приходим уже с предрасположенностью в этой жизни. Так называемую гунна-карму. Мы в этой жизни можем знать свою роль в этом спектакле, а можем свою роль не знать. У нас есть эксперты, что есть жизнь театра, но мы в нем актеры. То есть мы, во-первых, можем не знать, что есть театр, что это игра, и какое произведение сейчас вообще идет. Во-вторых, мы можем не знать, какая у нас там роль. И мы постоянно, представьте, огромные спектакли, мы уходим на сцену, во-первых, нас вытолкнули, то есть мы родились, и то есть обрели уже взрослый возраст. Мы не понимаем, что за спектакль, что за пьеса. То ли это комедия, то ли это трагедия, то ли это сон летнего ночь, то ли это Леди Манта. И мы не знаем, то есть, кого нам играть, то есть какую роль. То есть мы не можем не играть, потому что мы уже на сцене. Да? И мы можем как? Мы можем быстренько там спросить, выучить эту роль и играть ее максимально хорошо. Во-вторых, мы можем там начать, короче, гнать от себя тяну и портить весь спектакль. Идея, что мы по-любому должны действовать, мы можем действовать, учитывая свою психофизическую природу. И тогда мы гармонично пишемся и получим очень хороший результат. Мы можем этого не делать. Тогда мы будем, как слон в посудной лавке, все просто будем ломать и нарушать. То есть такая роль, о которой мы говорим, которая нам предписана, мы не можем ее избежать, называется наш земной долг для земной адхармы. Второй долг, который у нас есть перманентный, в независимости от... То есть мы можем претерпевать миллионы воплощений, при том не только в человеческих, а в разных вещах. Перманентный долг, который существует во всех формах жизни у нас, является сонатан адхармой. Вечный долг. Этот вечный долг, вне зависимости от того, кем бы я ни был сапожником, это следующая жизнь пожарником, потом микробиологом, какие бы роли я ни играл, эти роли я не могу их избежать. Я уже объяснял. То есть если я добровольно не займу роль микробиолога или что-нибудь похожее на это, то меня это вынудит или я буду страдать. Но параллельно с этим у меня еще есть вторая потребность души. И об этом очень много пишет Карл Густав Юнг. Это называется вечный долг или зов к самопознанию человека, который не зависит от того, чем он занимается. Это вечный долг. Идея Бхагавадгита, очень важный момент, это сведение вместе этих двух долгов. То есть если мы не выполняем свой, как Деданис говорит, не знаем свою роль здесь, для которой мы лучше всего годны, то есть не выполняем свой, так называемый, свой земной долг, то нам будет очень сложно выполнять свой вечный долг. То есть условно, если я постоянно конфликтую, я постоянно не на месте, я занимаю не свою ячейку, получаю не свою зарплату, не удовлетворен в конфликте и так далее, то есть не вписался в поток, то вопрос о вечном, в принципе, большинством просто не стоит. Потому что у него нет никакой предпосылки. Поэтому Бхазанта Сутра начинается с Адхату Абрама Дью Днеса. То есть Адхату означает просто теперь, настало время, и комментаторы говорят, подойдем, настало время. То есть Бхазанта и теперь означает, что когда ты уже устаканивался, теперь мы можем поговорить о вечном духе. Когда ты успокоился, все утрез. Некоторые комментарии переводят Адхату, означает и теперь, когда ты получил человеческую форму жизни, и когда ты стал человеком. Теперь настало время, получается, что мы его прошли абсолютно исти. Веданта философия такая, я рассказывал, что это за философия, очень высокая. Она делит людей и не людей, классифицирует. С того момента, когда он начинает задавать вопрос об абсолютно исти. То есть человек стал человеком в тот момент, когда он может задать вопрос Адхату Абрама Дью Друза. Начинает вопрошать вопрос, задавать вопрос Абрама Дью 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 Дюй. До этого он хоть может быть человеком по факту, т.е. человеческой форме жизни, но он не человек. И до тех пор, пока он пытается всю свою жизнь посвящать вопросам решение бытовых и так далее экономических проблем. До этого Данте считает, что он как человек еще не родился. Идея Бхагавагиты, что решить свои экономические проблемы, устаканить дела можно только хорошо, как я взгляд, выполнять, понимая, что за маска, что за роль, и качественно ее выполнять. Береза может быть только березой. Если она будет пытаться быть елкой, у нее будут проблемы. Поэтому многие говорили, что это вопрос принятия ситуации, изменятия себя, принятия жизни и давности, тех условий и задачи, которые нам в жизнь поставили сейчас. Да, понимая, что я их когда-то себе сам задал. То есть именно принятие их. Что условия моей задачи, они вот такие, что паровоз ехал с пункта А в пункт Б, скорость была 150 км в час, расстояние было столько-то, и пытаться эти условия задачи изменить. То есть исходя из того, что дано. То есть нет плохих и хороших ситуаций, нет плохих и хороших ролей. Каждая роль является для каждого человека его наилучшей. И она для него потенциально является дверью освобождения Александра Павловна. В этом смысле есть предопределенность и невозможность избежать этого. Это очень важно. Именно никто иной, как Господь создал такой мир, в котором есть такие законы. Скажите, а вы говорите, что нет хороших проверений? Ведь есть же какие-то роли, которые за это не считаются отрицательными, да? Например, если мы берем того еврейского психиатра, который был в концлагере, то как он рассматривал нацистов? Как он рассматривал нацистов? Какую они роль для него? То есть они с точки зрения этики, морали и всех. Да, это плохо. Типа плохая. Для него опять. То есть если бы не они, они были учителями. То есть кем бы он стал? Дошел ли бы он еще в каких-то других, более комфортных жизненных ситуациях, вот тех фундаментальнейших открытий в психологии, в психиатрии? Если бы не были бы нацисты, там наслабили. Поэтому роли хорошие и плохие, это нужно с какой перспективой посмотреть? То есть я знаю, что все мои ситуации, которые в жизни со мной происходили, которые можно назвать благоприятными или какие-то люди, я просто сейчас смотрю и вижу, что если бы не было их, если бы не было этих ситуаций, этих как бы драматических ситуаций, этих ролей, то они, в принципе, приводили меня каким-то важнейшим фундаментальным поворотом, открытием и всем-всем-всем в жизни. Я просто им очень благодарен. Я понимаю, что роли этих людей, они не положительные и не отрицательные. Они персонажи, то есть любой персонаж, он антитезы. То есть антитезы являются частью всего общего времени, которое просто дает лучше рассмотреть и вообще понять ситуацию. А может быть у человека осознанного, отрицательного? Это вы говорите с точки человека. Может быть, если у человека такая задача. Есть у осознанных людей осознанная миссия раздавать полярность, теснять, вызывать конфликты и так далее. Есть осознанные люди, которые ведут себя очень экстраординарно. Т.е. мы вообще не постижили совершенно. Кажется, это просто получился. Но сейчас есть такая версия, что люди, допустим, иуда тоже играл с ним. Например. 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 Вот из Киева. Например. Вот так есть только приложительно. Всё, например. Такое понимание возможно только тогда, когда человек пользуется этой формулой, которую говорит Кришна еще во второй главе Артуми, когда он пытается выйти из двойственности, в суждениях, в взглядах, из дихотольной полярности. Понимаете? Как мы находимся в полярности взглядов, точках зрения и тенденций полярных? Добра и зла, того и того, того и того. То есть нас постоянно кто-то или мы сами, какая-то внутренняя сила или какие-то внешние силы пытаются заставить принять какую-то из двух сторон, какую-то из двух полюсов суждения, действий. То есть нас постоянно пытаются и внутри нас создать конфликт, нас разделить всегда, физику полярировать, понимаете, расщепить. И внешне, как индивидуума, постоянно пытаются подтолкнуть, поставить какой-то полюс, кому-то противопоставить. Красные и белые, например. Американцы и русские. То есть везде полюса. Постоянно посмотрите. То есть весь поток новостей, весь этот пиаровский шум, который есть, он дается всегда с перспективы полюсов. То есть либо здесь, либо тут, либо тут. То есть нам не отводят роль, может, именно социально, то, что нам предоставляют, нам не отводят роль некоего третьего. То есть когда ты выражаешь, какая ваша гражданская позиция, я опять в конференциях участвую, а какая ваша гражданская позиция? Я говорю, моя гражданская позиция терапевта. Что вы имеете в виду? Я говорю, почитайте, и кто идёт. Следующий вопрос. Есть секта терапевтов. Существовала во времена Иисуса Христа. Терапевты – это такое религиозное движение, которому принадлежал Иоанн Преститель. Или Иссирий. Мы находились непорядок. То есть сектная позиция терапевта означает, что люди разделяются на, условно, тех и тех, и они друг друга режут. Я занимаю позицию доктора. Доктор не имеет права принадлежать никакой религиозной и политической конфессии. Он не имеет права исповедовать какую-то религию в полном смысле. Понимаете? Потому что как только он принимает позицию какой-то религии, серьезно, так как она его учит, его сразу же параллелизуют моментально. Ему говорят, что на самом деле только у нас. То есть, да? И когда доходит речь в какой-нибудь экстренной ситуации помочь ближнему, которая находится, например, в той религии, которую, не важно, религии, группы социальные отрицают, ты не имеешь права ему помочь. В принципе, нам не прописывают никогда. То есть вот эти заведомые социальные роли и положения, и точки зрения, которые нам навязывают через СМИ, нам не предоставляют никогда третьего. Естественно, если мы сами не выберем. То есть если мы подвешиваемся, открываем уши и нам заливают, то то, что нам заливают, нам там не предоставляют позиции третьего. То есть наблюдатели, которые могут относиться спокойно к этому и к этому. Нас постоянно везде поляризуют, создавая конфликт внешне и внутренне. И находясь именно в поляризованном состоянии, мы никогда не сможем увидеть ничего вообще. Поэтому это самое начало Бхагаладгиты, это самые первые наставления вообще, которые только дает учитель ученику, Кришна Арджуну. Он ему говорит, пожалуйста, все твои Веды, которые ты изучал с детства, они все имеют дело именно с этой полярной концепцией. С этими гунами. Все ксатрии, все эти касты, они все поделены на основе полярной концепции гун, цвета кожи и так далее. То есть профпригодности. Он говорит, пожалуйста, выйди из концепции Войственности. Выйди из полюсов и освободись от полярных вот этих вот тенденций самосохранения и приобретения. И утвердись в своем Я. Потому что, находясь в полюсах, невозможно, как Вы говорите, так называемые плохие, условно, по названию социальные вот эти вот роби, невозможно в них увидеть учителей и их терапевтическую пользу для себя вообще. То есть невозможно человеку, который там проехал по ложе и Вас облил, сказать им спасибо. Понимаете? Именно не просто скрупя зубами, а абсолютно не имея ничего против него. Помню, кого-то Вас обхаял, например, там кажется ни за что, невозможно сказать им просто спасибо. Тебе тоже любят. Именно иск невозможен, если ты не находишься ни в полюсах. Это чисто буддистская тема. Это чисто буддистская тема. Потому что они просто не успели именно не религиозный буддизм, а практический буддизм. Как психотехники. Только разряжение, только декомпрессия всех эпизодов травматических, проработки, медитации, декомпрессия, угреба. То есть чтобы психика стала максимально прозрачной. И в этом состоянии заниматься своей работой. Такая есть, такая есть. Понимая, что люди, которые нас бесят, в ежедневной рутине и дома и на работе, они даны нам для того, чтобы меняться. Мы их бесят. Мы им даны тоже для того, чтобы они меняться. Они нам даны, чтобы меняться. Потому что те, кто нас бесят, все, что нас бесят, позволяет нам лучше понять самих себя. То, что нас раздражает, трясет. То, что нас трясет. Все, мы срываемся. Это для того, чтобы лучше понять самих себя. Не для чего больше. Но это невозможно понять, если мы находимся реально в состоянии уже взведенности. У нас уже трясет. Вот в этот момент это понять невозможно. Это можно понять либо постфактум, либо до того. Либо не находиться вот в этом состоянии, вот в таком, а быть прозрачным. Тогда ситуация возникает какая-то, когда раньше была триггерной для нас. В этот момент мы видим, что происходит ситуация. В принципе, она меня должна сейчас вывести из себя, как и раньше. И я смотрю, она происходит. Со мной ничего не происходит. Я смотрю спокойно. Это то, что человеку, в принципе, такие практические плоды, которые дает Нишка Макарма Йогра. То есть самоосознание, именно на первом этапе, дает человеку свободу. Эта свобода выражается не в том смысле, что что хочу, то и делаю. А свобода в том смысле, что я свободен в чем? В своей эмоциональной реакции, в своих суждениях. То есть я не робот, не вынужден просто что-то делать. Не вынужден принимать точки зрения. Я свободен в том смысле, что у меня есть время подумать. У меня появляется свобода. И мне обстоятельства не вынуждают. Поэтому говорят, что такой человек, он не стремится к какой-либо цели. У него нет ни тем не выполнять, он также не зависит от других существ. Поэтому он свободен от Будды. Вопрос голосования демократисты. Я смотрю, у нас есть партии, за которые я могу голосовать. Я смотрю их и вижу, что ни в одной из них нет вообще достойных людей. При этом меня стимулирует голосовать. Я пошел. Не предоставляю особого. За кого бы я ни проголосовал, когда я могу голосовать. Все время, когда требуют какого-то моего голоса, участия, предоставляют мне заранее выгодную для кого-то концепцию, но не для меня самого. Принимая один из полюсов, я всегда в то время буду против кого-то. Стравлюйте. Ищиплюйте, стравлюйте. Это не только касается социальной роли, а также внутри собственной психики. Потому что все конфликты, в первую очередь, начинаются внутри. Я толстая, я худая. Ну и множество других конфликтов, которые подогреваются постоянно. Потому что человек хорошо управляется. Он хорошо управляется извне, если у него есть конфликт. Много-много полюсов, которые между собой тш-тш-тш. Тогда он хорошо управляется. Если психика монолит, то есть цельная, цельная ядро, не расщепленная. Тогда с ним ничего не сделаешь. Еще вопросы? Прямо на салют побежим. Значит, отпускать вас. Прямо на салют на машинах. Красиво? Красиво? Как вы чувствуете праздничное настроение? 94-й год. Независимость. Красивая идея. Очень романтичная. Люди, положи к чему-то привязываются. Каким-то идеям иначе. От нас тоже требуют. Есть символы веры. Религиозные. Также есть такие же точные символы. Государственные гербы. Государственные свадьбы, 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 свадьбы. Это тоже требуется вера. Старая система идеи. Какая-то система координатного запытина. Люди теряются. Красивая идея. Допустим, она не совершенно. Красивая идея. Красивая идея. Что-то так. Нет, нет. В самом смысле, что может. Может так дорожить, что ничего не так. Есть люди, которые выше по своим убеждениям, по своим реализациям, выше себя. Есть люди, которые не имеют права принадлежать. Все восприятия. Есть люди, которые не дотягивают. Есть люди, которые и должны быть. Люди такими. Как относиться к представлениям, по какому учительству. То есть их нужно принимать абсолютно, не предупреждать сомнения, а не все-таки действительно. Не факт. Все зависит от того, насколько, во-первых, пункт А. сколько человек серьезно вообще его принимает. То есть какую он роль духовному учителю отвел в своей жизни. Не теоретически, а реально. То есть куда он его разместил сюда, сюда. Второе. В каком психологическом состоянии вообще духовный учител принял и нашел его. То есть что это за человек, опять же. Потому что духовный учителям может быть один, а может быть их много. Каждый из которых является как на прямой жизни. Некий плютик, к которому человек от одного к другому переходит. Например, в древности, в теоретическое время у человека было много духовных сил. Посмотрим жизнь того, ажимая. Хам Сверхгананда, Читопия. Ну или жизнь разных ситхов. У них была целая серия встреч различных духовных учителей, которые каждый из которых не видели проявлением одного единого духовного учителя, авторизации формата. То есть как они разумяли, каждый из них... Он не учился у каждого из них всему. Он приходил к нему, чтобы научиться конкретно чему-то. Где он переходил к другому, к следующему. То есть это вопрос такой. То есть редко было так, что он был один, все полностью вопросы, он полностью руководил, полностью жизнью ученика. То, что он говорит, делает. То есть в принципе такого нигде никогда не было. То есть по любому вопросу все только. То есть там... Мы так немножко на Западе понимаем эту систему. Там люди достаточно самостоятельные из детства. То есть все подвергалось процессу осмысления. Ученик всегда имеет право выражать сомнения, обсуждать вещи. То есть по ему непонятно, с чем он не согласен. Это вопрос такой очень. То есть нигде никогда не было, что вот так вот абсолютно все. Это похоже уже на великолепшую католическую церковь. В ее негативном смысле. Ну вот понятие догмы. То есть на Востоке нет понятия догмы. Понятие догмы появилось на Востоке. Именно в Китае нет. А в Китае, да, при культурной революции. Председателя Мао. А именно в Индии. Равно появилось момента влияния сунитского ислама. И в церкви Святого Фомы с португарцевой, министерийской полосавной церкви. Больше, наверное, все-таки. Ну да. Христианство и Ислам. И уже мы начали наблюдать с того времени завоевание карцами севера Индии и христианами йогой. Мы начали видеть трансформации индийской индуизма, индийской философии в сторону дипломатизма, который на протяжении многих тысяч лет присутствует вообще. Ну что-то, коридейская культура, это не монотеистическая ритма. Это же иудеизм. Это магия, в чистом виде. Я просто хорошо знакомый проходил это так. Минус-кухор, непосредственно посвящен. Вот такой арбовед. Это реально магия. Магия огня. То, что мы называем магией. То есть там, ну, в принципе, это не то, что мы думаем, как иудеизм, как христианство, некая система религии. И там с монотеосом вообще близко. Ну, с тех пор, как появился ислам с севера, и португальцы с западного побережья, мы начали наблюдать такое постепенное преломление иудеизм, которые все равно там какого-то патриархата, атеизма, какие-то появились догмы вообще. То есть понятие догмы, это вера, которая просто... Соответственно... А если догмы это не касается просто определённого уровня развития сознания, то есть для того, чтобы просто решать идти... Ну, догмы используются в некоторых религиозных системах, в некоторых практиках они не используются вообще. То есть они просто... Например, йога, йога не приемлет догм вообще по определению. Если мы берём философскую систему, йога называется ведической системой. То есть это один из шести основных ведических философий. То есть йога, Камими Мауса, Иданта, Санхи, Рашешки. Но для йоги нужно дойти... Для йоги не нужно дойти. Для йоги нужно взять просто и делать. Йога считает догму дефектами. Догму, веру, надежду, это всё считается в чьих табликах. То есть дефектами человеческой психики, от которых посредством йоги нужно избавляться. То есть догму противопоставляет непосредственному опыту переживания ежедневному неких вещей, которые говорит учитель. Даёт алгоритм. Таким образом эти вещи можно непосредственно пережить. Если, например, медические философии, естественно, уже под влиянием... Есть такая вещь, как непосредственное принятие, просто принять всё, то в йоге такого источника знания нет. А есть такой источник, как эмпирическое познание, то есть чувственно-умозрительное. И там этот вид противопоставляется такому источнику знания, как йогаджа. Йогаджа — это некая истина или инсайд, рождённый посредством практики йоги. Йогаджа бывает двух видов. Незрелая, или такая, которая может быть да, может быть нет. То есть на том этапе, пока ученик или адепт является садхаркой. То есть пока он находится в процессе садхары. И в дальнейшем второй вид йогаджи является уже достаточно реальным. Это когда ученик достигает, как минимум, какой-то из форм самадхи. Начинает периодически испытывать короткие, репродолжительные участки времени, там, или векалпа, или савекалпа. Проднёт или сам проднёт самадхи. Когда самадхи становятся его другом, и частью его жизни он их периодически включает. То есть впадает в самореферентный транс. То есть картинки, ну и без картинки. Тогда те вещи, которые он реализует в этом состоянии, не являются йогаджей, реально. Но всё равно йогаджей – это очень хороший источник познатель. Потому что это непосредственный опыт переживания. То есть это чистая магия. Понимаете, да, идея? Чистая магия – это основной фактор. То есть алхимия, магия, ностика. А не ностика – это герметизм и философия. Практика. Так что... Как вам надо ответить? То есть есть каноны, безусловно, и вещи, которые, ну, как математики, но они нужны лишь для того, чтобы посредством них облести свободу. Понимаете, да, идея? То есть сами эти каноны – это не догмы. Это просто духовная... А это некие... Общее уравнение каких-то гармонических законов природы. Понимаете, да, идея? Благодаря которым я могу обрести свободу. Но это не в коем случае что-то, что нужно поставить, и ему просто... То есть можно микроскоп смотреть, да? А можно его поставить и ему молиться. И через несколько поколений забудут вообще, для чего он был создан. Будут говорить просто здесь, что микроскоп – это такая штука, которую нужно поставить на алтарь, так? И ему, когда ты молишься, через какое-то время у тебя разовьется такое видение, верить в это, через которое ты будешь вот этими глазами смотреть и увидеть молекулярную структуру вещества. Понимаете? То есть асаны, например, тоже самое с асанами. То есть не нужно верить в чудеса, нужно. Вот есть правила, асаны выполняются вот так. Именно выполнение асан вот так приведут тебя к тому, что ты получишь свое собственное откровение. Но ты не можешь этот момент избежать. Понимаете? Это в музыке, это в искусстве. Есть законы перспективы, есть законы сакальной геометрии. Есть музыкальная санфия джива. Сможешь испытать высокие состояния? Можешь. Вот это произведение рождает высокое состояние. Ты должен его как бы сыграть очень метрически, все правильно. То есть это канон, но это не то, что ему нужно поставить. Не делая ничего с ним, то есть ты это обретешь. То есть это отличие от догмы, от принятия. То есть они, в принципе, тоже приравниваются к достаточно проблематичным процессам? Ведические философии, как таковые, и сама философия йоги, которая возникла, они не являются самостоятельными практиками. То есть они никогда не были отдельными самостоятельными практиками. То есть они были шестью факультетами одного университета. То есть не было такого, что... То есть человек только был когда-то. Только не я, и только сам, и только ваша шесть. То есть только не я. Оно звучало не я, опытнейшую ступень. Потому что не я — это наукологическая аргументация. Доброе утро.